В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш корреспондент Андрей Горгуленко. О страшной трагедии, которая разыгралась в доме номер 9 по улице Советской, жители узнали полтретьего ночи, когда обнаружили у себя под окнами плачущего двухмесячного ребенка. Зайтуна Байбекова, это она нашла младенца, до сих пор не может прийти в себя. Оказалось, что это сумка, она была развернута, это сумка, ну из двух половинок состоит, получается, на этой сумке лежал ребенок и сильно кричал, молил по помощи, наверное. Я кричу, я сама себя не помню, кричу. Люди, кто просил ребенка. Жители, проснувшиеся от этого крика, поспешили на помощь и вызвали полицию. Позже органы правопорядка установили, что ребенок не был кем-то подброшен, а эта мать успела спасти его перед ужасной трагедией. В квартире на первом этаже были найдены тела четырех человек. Это одна семья, 34-летний мужчина, 42-летняя женщина и двое детей, девочка, двух с половиной лет и пятилетний мальчик. Все с признаками насильственной смерти, множественными колото-резанными ранениями. Пока следователи осторожны в своих версиях случившегося. Следователи осмотрели место происшествия, учитывая, что все окна и двери были заперты изнутри, следствие пришло к выводу, предполагает, что, скорее всего, преступление совершил мужчина, после чего покончил жизнь самоубийством сам. По данному факту, Кировским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство двух или более лиц». По словам соседей, пострадавшие не работали, а потому денег в семье не было. Порой не хватало даже на еду. В интернет просочилась информация, что отец семейства, ранее судимый мужчина, нередко поднимал руку на свою гражданскую жену. В квартире бывали и застолья. Ну, спокойные, когда трезвые, если только выпьют, могут быть с подозрительными. Часто-то? Ну, бывало, да. Она сама не работала, он не работал. То есть мы им помогали, я ей помогала. Ну, не об этом даже. Ну, дети голодные ходили. Эти ли причины привели в итоге к драме или подоплека была совсем иной, теперь предстоит выяснить следователям. Мы будем следить за развитием событий. Самарский областной суд отменил приговор Татьяне Ярилкиной и постановил оправдать ее. Напомню, экс-председателя правления ВКБ ранее признали виновной в мошенничестве. Бывшую управляющую банком обвинили в хищении у ООО ИКК Ринаме 127 миллионов рублей путем неоплаты взятых векселей. Ярилкина же утверждала, что договоров в покупке векселей не заключала и ценных бумаг не присваивала. Однако 28 апреля Ленинский районный суд признал виновный и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы. Примечательно, что в арбитраже Ринаме не смогло доказать, что вообще владела ценными бумагами. Суд, рассмотрев кассационную жалобу, на приговор постановил его отменить. Продолжение следует... По версии следствия, в результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками был получен доход в особо крупном размере в сумме более 68 миллионов рублей. Следствие продолжается. По данным силовиков, организаторы незаконной деятельности – 44-летний житель Кенеля и двое его сообщников. При обыске их домов были изъяты печати кредитных учреждений и юридических лиц – оргтехника, сотовые телефоны, компьютеры. 700 тысяч рублей и 1000 долларов, предположительно полученные незаконным путем. Все трое задержанных находятся под подпиской о невыезде. Попытка откупиться не удалась. В Самаре задержан 55-летний житель Кенельского района. Его обвиняют в покушении на дачу взятки в крупном размере. По данным силовиков, в ходе проведения следственных действий, задержанный, находясь в кабинете у следователя, предложил ему полтора миллиона рублей за прекращение расследования уголовного дела по факту мошенничества. Офицер предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, но подозреваемый продолжил настаивать на своем. Злоумышленько задержали с поличным на парковке одного из торговых центров в Самаре в момент передачи части денег. В Самаре полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения. Покерный клуб «Сторожи порядка» обнаружили в одном из баров Кировского района города. В помещении злачного заведения нашли фишки и карты для игры в покер, тетрадь с черновыми записями и около 30 тысяч рублей, предположительно полученные незаконно. По версии следствия, нелегальную деятельность организовал 30-летний Самарец. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Ему грозит до трех лет лишения свободы. ДТП на Южном шоссе унесло жизнь человека. Еще трое, в том числе ребенок, попали в больницу с тяжелыми травмами. По данным госавтоинспекции, 60-летний водитель фуры, ехавший в направлении Самары, не успел затормозить перед пешеходным переходом, перед которым уже остановились две легковушки, пропускавшие пешеходов. Грузовик въехал в машины, которые от удара проехали вперед, сбив одного из пешеходов, а грузовик оказался на встречной полосе, где столкнулся еще с тремя иномарками. В результате искореженными оказались шесть машин. Травмы получили один из водителей и два пассажира. Еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Чтобы не допустить трагедии правила дорожного движения, нужно стараться соблюдать всегда и всем. Но некоторым нет до них дела. Как, например, водителям, объезжающим пробку по обочине, где тоже могут находиться люди. В Красноглинском районе автохамом инспекторы ДПС напомнили правила безопасной езды. Ну и выписали протокол, чтобы в следующий раз неповадно был репортаж Андрея Горгуленко. Самарцы хотят поскорее покинуть пределы душного города. Особо нетерпеливые нарушают правила дорожного движения и пытаются обогнать всех по обочине. Увидев камеры, нарушители тут же стараются вклиниться в общий поток. Но сотрудники ГИБДД не дремлют. Фиксация нарушения произошла, а значит, наказание неизбежно. На вопрос, почему, водители отвечают. Все из-за спешки. Ну что, смешал. Штраф за такой проступок – полторы тысячи рублей. А среди последствий якобы выигранных минут – создание аварийных ситуаций и поднятая пыль, которую вынуждены глотать остальные участники движения. Пост ДПС дежурит на этом месте еженедельно, каждые выходные. А по необходимости патруль ведется и в будние дни. Но целью этого поста в первую очередь профилактическая, признается майор полиции Александр Шмалько. Мы не стремимся людей наказать. Мы пытаемся их разумить, поставить как бы на путь истинный, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, которые предписаны для всех участников дорожного движения. Органы дорожного пропорядка предупреждают – съехав на обочину, потеряйте не только деньги, ведь оформление протокола занимает немало времени. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok